Идейный страховщик Был в Будапеште, в Австрии был, в Германии был И заветной мечте Хочу написать песню, которая всем бы понравилась Артур Вавилов, таким его еще не видел никто Я очень люблю фотографироваться А мы покажем без галстука Это без галстука, самое неофициальное интервью с официальными лицами Здравствуйте Здравствуйте, Артур Михайлович Наша программа называется «Без галстука», поэтому еще вначале я обнаглею и попрошу вас его снять Обязательно Артур Михайлович, вы один из немногих, кому посчастливилось в короткий срок занять руководящую должность Как так получилось, что переквалифицировались из работника банка? Что произошло в жизни? Ну это чистая случайность Да, я был работником банка, изначально Беларусьбанка, затем Нешэкономбанка И просто поступило предложение возглавить страховую компанию «Белгострах» на тот день я был еще молодой, 29 лет И решил, что надо попробовать Ну и как оказалось, вся моя жизненная судьба связана с «Белгострахом» Сколько лет? Ну вот будет 16 лет 16 лет, за эти годы хоть раз пожалели о сделанном выборе? Нет, работа интересная, мне нравится Это общение с людьми, это помощь людям Откровенно говоря, на тот момент я о страховании не знал вообще ничего Вот, а на сегодняшний день, ну, я действительно занимаюсь любимым делом И я на самом деле уверен, что страхование в жизни человека играет очень важную роль И помогает людям защититься от всяких различных финансовых неблагоприятных явлений Идея помощи людям настолько вдохновила много лет назад директора Что сегодня он один из самых преданных клиентов «Белгостраха» Оформил 15 видов страхования От привычных квартир до ответственности перед соседями То есть если я нечаянно залью своих соседей, то соседи получат страховую выплату В принципе, страховкой единожды был воспользовался Так вот, нечаянно заканчивая свой ремонт, просверлил отверстие в батарее И затопил соседа своего В его кабинете нет места лишним вещам Директор привык хранить возле себя только самое необходимое и дорогое сердцу На стене красуется зимний пейзаж Эту пору года директор любит больше всего Несколько самых ценных дипломов За заслуги коллектива в профессиональной и творческой деятельности Как признались коллеги, Артур Михайлович истинный лидер Он не просто ставит задачи, он показывает пример во всем В спортивных мероприятиях тоже участвовал вместе с нами наравне У нас был велопробег И наравне с нами, со страховыми агентами Артур Михайлович был в велопробеге участвовал Очень активный, очень доброжелательный Ну, справедливый, так скажем Чего он не любит больше всего? Чего не приемлет? Не любит? Ну, наверное, когда плохо делают свою работу люди Ну, как и любой руководитель За 16 лет был ли какой-то период в профессиональной деятельности Когда было особенно сложно организации? Ну, оно в разные периоды времени по-своему Есть свои сложности, своя легкость Да, переживали и более тяжелые времена И сейчас не совсем легко Но, тем не менее, если ты веришь в это дело Если ты занимаешься им с любовью Идешь дальше, вперед А почему тяжело? Конкурентов много? Да здесь, наверное, не конкуренты Дело в том, что в Бобруиске Я думаю, что места для всех страховых компаний достаточно Здесь больше финансовый вопрос То есть страхование – это механизм перераспределения денежных средств Главное, чтобы эти денежные средства были Расскажите, как сегодня идут дела у организации? Вот если можно, в экономических показателях Так, чтобы сразу стало понятно В целом, на сегодняшний день Предстоятельство Белгостраха по городу Бобруиску Занимает лидирующее положение в городе Среди страховых компаний И по сумме собранных страховых взносов И, наверное, по объемам выплат страхового измещения Которые мы производим как населению Так и организациям города Ну, так, чтобы для примера Месячный объем, месячный оборот денежных средств По нашей организации составляет порядка 800 тысяч рублей Поездки за границу, автовладельцы То есть клиентами страховой компании Я представляю в первую очередь именно эту категорию людей Кто еще пользуется услугами? Услугами страхования может пользоваться практически любой гражданин Любое юридическое лицо Каждый в этом деле найдет для себя ту защиту, которую желает обрести Сколько видов защиты? Вот есть ли какой-то перечень, да? Вот сколько их? Ну, на сегодняшний день Белгострах предлагает более 80 видов страхования Только добровольного страхования Из самых необычных видов страхования, предметов страхования Части тела страхуют? Нет, на сегодняшний день части тела пока не страхуются Из самых необычных Да они вроде как все виды страхования обычные Но вот из последнего, то, что пользуются спросом И то, что интересно для людей Это страхование портативных электронных устройств Страхование велосипедов Причем страхование велосипедов на сегодняшний день представлено В одну страховку входит три вида страхования Как самого велосипедиста, так и велосипеда И ответственности перед другими участниками движения То есть если там человек, едущий на велосипеде Повредил автомобиль То есть страховая компания возмещает вот этот вот вред автовладельцу Но это какой-то физический вред, да? А вот от морального вреда можно как-то застраховаться? И в каких случаях? Нет, по закону Республики Беларусь Моральный вред не является страховым случаем А скажите, на вашей памяти за все годы работы Самая большая сумма выплат Вот в страховом случае среди бобручан Что страховали и когда это оправдалось? Самая большая выплата, которая была произведена юридическим лицам Это, в принципе, в этом году Фабрика Вишневка получили за их погибших курей Там достаточно высокая сумма Более 150 тысяч рублей Сегодня растет спрос на виды страхования Вот помимо велосипедов Все-таки люди что страхуют в первую очередь? Ну, в первую очередь Мы, кстати, недавно соцопрос проводили среди жителей Бобруйска И интерес самый большой вызывает страхование жилища своего То есть как страхование квартир, так и страхование строений А еще страхуют от несчастных случаев себя Страхуют свою ответственность перед соседями Это что касается физических лиц Среди юридических лиц Ну, конечно, больше популярностью пользуются, опять же Как виды страхования, касающиеся страхования имущества То есть имущества предприятий, имущества предпринимателей Так страхование транспорта и страхование ответственности То есть те же самые организации тоже могут причинять вред Как физическим лицам, так и юридическим лицам Расскажите, сколько у вас в подчинении работников, страховых агентов В частности Страховых агентов? Страховых агентов у нас 43 страховых агента Это штатных страховых агента Ну и более десятка страховых агентов, которые работают с нами По гражданской правовым договорам В одном из интервью вы признались, что человек импульсивный Но пообщавшись с вашими подчиненными Они этого не отметили в вашем характере Всегда стараетесь не накалять обстановку И решать все полюбовно, скажем так Какие-то рабочие, острые моменты Ну я стараюсь вообще, чтобы диалог между мной и моими подчиненными Был конструктивным Потому что, на мой взгляд, вот в этом всплеске Сиюминутном Ну и практически решить вопрос невозможно То есть надо разобраться в ситуации И принять действительно взвешенное решение Как бы вы себя охарактеризовали как руководителя Демократичный, красный руководитель То есть, ну, либеральный, может быть Нет, демократичный, я бы сказал То есть вы привыкли выслушивать мнения своих подчиненных И совместно принимать с ними какие-то решения сложные Ну, мнение о своих подчиненных я в обязательном порядке выслушиваю Но до того, как решение принимается После того, как решение принято Я очень жесткий и требую, чтобы решение было исполнено То есть так просто на нее не проходят бесследно эти деньги Нет, 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 нет Дело в том, что каждый страховой случай, который происходит Он рассматривается индивидуально И рассматривается многогранно И в каждом случае, опять же, есть организации, которые компетентны И дают заключение, почему данный случай произошел Ну и плюс, опять же, опыт уже наших работников То есть они уже где-то чувствуют, да, что человек мухлюет Да, да, да Но я хочу сказать, это не как правило Были ли аферисты, которые пытались заработать на страховании? Допустим, застраховал себя, да, во время поездки за границей Сломал ногу, там, специально, не специально И здесь заработал на жилье Таких случаев было И не единичные эти случаи То есть в разные периоды времени Есть такие люди, которые думают, что могут обмануть Вот, но по многим этим вот нашим деятелям Работали правоохранительные органы И, в принципе, дело закончилось тем, чем и должно было закончиться Директор представительства Белгостраха в Бобруйске Мне нравились очень погоны Я думал, либо милиционером буду, либо военным Споет акапелла в эфире программы И просятся кони в полет Расскажет о своих талантах Могу на фортепиано, на гитаре немножко что-нибудь сыграть И лучшим способом моральной разгрузки Днем я испытывал удовольствие от езды на автомобиле Артур Вавилов, без галстука Я стараюсь о страхах не думать и идти вперед Смотрите прямо сейчас Артур Михайлович, расскажите, пожалуйста, о своем детстве Где вы родились? Родился здесь, в Бобруйске Кто ваши родители? Мои родители Мама была заместителем начальника сборочного цеха Завода крупногабаритных шин на ОАО «Белшина» А отец там тоже работал, был мастером участка То есть они всю жизнь отработали на шинном А кем вы мечтали стать в детстве? Взгляде, например, может быть, родителям? Может быть, вам нравилось? Ну, вообще, в детстве я, конечно, мне нравились очень погоны Я думал, либо милиционером буду, либо военным Но жизнь сложилась иначе В школе какие предметы давались легче всего? А вот за что получали двойки? Ну, я хочу сказать, двоек я практически не получал А что давалось легко? У меня все-таки более математический склад ума И все, что связано с математикой, физикой Все это были одни из любимых моих предметов Построить дом, посадить дерево, вырастить сына Что из классического трио выполнено? И насколько вы довольны результатом? Ну, все выполнено Дом, конечно, не построил, но квартира, в которой я живу Дерево? Дерево еще в школе посадил, свое первое дерево А сын? Ну, еще, конечно, сложно сказать, что я его вырастил Ему еще всего лишь 4,5 года Но, тем не менее, уже фундамент заложен О семье готов говорить много Но показывать на камеру не особо стремится Супруга и дети для Артура Вавилова самое ценное Чем дорожит и для кого стремится показать мир К слову, путешествует семья практически всегда на машине За рулем отец семейства Мне нравится вождение автомобиля Основная, наверное, причина, почему мне нравится Это после работы в многозадачном режиме на рабочем месте Когда водишь автомобиль, это однозадачная работа Соответственно, я отдыхаю таким образом Я не очень люблю ночное вождение А днем я испытываю удовольствие от езды на автомобиль Обычно мы ездим с семьей на Украину Вот, на море, да Ну, в Европу ездим на машине Вот, последнее, наверное, где я был Это в Гданьск ездил, в Польше Очень, кстати, мне понравилось Артур Михайлович обожает свой город Как признался, никогда не думал о переезде Считает, что именно здесь каждый может найти что-то свое И развлечение, и покой Бобруйск универсален Что касается хобби Помимо игры на музыкальном инструменте и пения Директор любит футбол с сыном и работу на земле Рыбалка, охота, ваше отношение к этим вот увлечениям? Может быть, заядлых? Нет, мое отношение положительное ко всему Но я не охотник, не рыбак Максимум, это, наверное, огородник И то потому, что родителям нужно помогать Артур Михайлович, я знаю, что вы человек творческий И вы поете, и даже сами сочиняете какие-то композиции Можете ли сегодня для нас что-то исполнить? Своё? Своё? Да, к сожалению, инструмента нет, но, может быть... Нет, давайте, может, своё я не буду То есть акапельно вы хотите, чтобы я исполнил? Тогда первое, что перешло на ум Что любите исполнять, например, в кругу родных, друзей Ещё он не шит, твой наряд подвенечный И хор в нашу честь не споёт А время торопит, вознится беспечный И просятся кони в полёт И просятся кони в полёт Спасибо огромное, спасибо Спасибо вам! Как давно были на сцене последний раз? Последний раз на сцене? Да вот буквально, наверное, месяц назад Ну это сложно назвать сценой Это был просто турслёт, но у нас там есть номера художественной самодеятельности То есть творческие номера А если брать именно уже на сцене Ну, наверное, года три назад На сцене, если я не ошибаюсь, вы были со своей дочерью, да? Да, с дочерью Это был отчётный концерт Шананай театра Там выступали Расскажите о своей дочери Сколько ей лет, чем она занимается? Дочери 14 лет Она у меня человек явно музыкальный То есть ей очень нравится её инструмент Которым у нас с удовольствием занимается Это гитара Она уже закончила музыкальную школу По классу гитары Ну вот ждём момента поступления Ну а как вы со спортом? Сейчас в самом разгаре вторые европейские игры Следите за кем-то, болеете? Да, болею Болею за наших спортсменов И, в принципе, мне нравятся действительно успехи белорусской команды Которые вот они показывают на играх А вы сами со спортом? На вы, на ты? Со спортом? Ну, я хочу сказать, что Это больше любительские занятия На коньках могу покататься На велосипеде могу поездить Хожу достаточно много Могу вот с работы Вечером пешочком домой пройтись до дому 40 минут и уже дома Артур Михайлович, Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте Чем пользуетесь? И лично ли это страница ваша Или больше для профессиональной деятельности? Ну, аккаунты у меня есть Наверное, во всем вышеперечисленном вами Я не могу сказать, что я такой Заядлый пользователь интернет-ресурсов Но, тем не менее, да Мое присутствие там есть И пользуюсь Да, совмещаю как-то И личные цели, и рабочие цели В принципе, периодически в том же самом Фейсбуке Да, распространяю информацию О нашей страховой компании Да, я заметила Лента заполнена Полностью у вас Этой информацией Но среди личных фотографий Я нашла только выпускную В университете Ну, я, наверное, не очень Во-первых, я не очень люблю фотографироваться То есть Как-то вот Так сложилось Что, наверное, в моем личном архиве Особо и нет Моих фотографий То есть я люблю бывать в разных местах Но как-то Хочется сохранить память в душе А не на фотоснимке Вот Поэтому, наверное, и вот Действительно нет фотографий Ну, а вторых Особо Свою личную жизнь Я не люблю выставлять На всеобщее обозрение Скажите, а ваше отношение к гаджетам? Где храните свой список дел? Чем из девайсов пользуетесь? Гаджетам? Ну, список своих дел, да Я храню в электронном виде Есть он у меня, получается, в аккаунте То есть Он как и на работе в компьютере Так и в телефоне То есть Этим я пользуюсь Артур Михайлович В конце интервью небольшой блиц Вопросы, которые вам еще наверняка Никогда не задавали журналисты Если позволите Пожалуйста, конечно Есть ли у вас жизненная кредо? Да Идти вперед и не сдаваться Вы бы смогли выстрелить в человека В целях самообороны? Я думаю, да Вы суеверны? Скорее, нет чем Да Какое качество вы больше всего цените в людях? Надежность Последняя книга, которую вы прочли Последняя книга Ну, это была не художественная литература 45 татуировок менеджера Мне очень понравилась Я ее как-то так На одном дыхании прочел С чем никогда не будете мириться? С враньем Ваш идеальный отпуск? Идеальный отпуск? Идеальный отпуск Это так Дней на 3-4 Чтобы обо мне все забыли То есть окунуться Остаться один на один С самим собой Ну а дальше Это семья моя Я и так очень редко бываю дома Очень мало общения с семьей Поэтому отпуск я стараюсь Всецело посвятить семье Ваш самый сильный страх? Сильный страх? Я никогда не задумываюсь о страхах Я стараюсь о страхах не думать И идти вперед Застрахован от всего, да? Ну, от всего не застрахуешься Но в большей степени да Что бы вы поменяли в своей судьбе? Если бы была такая возможность А зачем что-то менять? Человеку дам жизненный путь И я думаю Каждый из шагов, которые мы проходим Он для чего-то нам дан Чтобы мы сделали какие-то выводы Вынесли из этого что-то Поэтому я думаю, что я ничего бы не менял Ваша самая заветная мечта? Самая заветная мечта? Хочу написать песню, которая всем бы понравилась Очень красивая мечта Это был Артур Вавилов Таким вас точно еще никто не видел Спасибо за это интервью И вам спасибо Мне было очень приятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...